В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки незаконное вооруженное формирование ДНР 64 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Наиболее подверженным остается Мариупольское направление. Один боец погиб, четыре получили ранения. В Донецке и Марьинке от обстрелов пострадали жилые дома, а два человека получили ранения. Один из пострадавших житель Авдеевки. На территории оккупированного Донецка беспилотники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали большое скопление тяжелого вооружения. На территории промышленного комплекса найдено три самоходных гаубицы «Гвоздика», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и 23 танка Т-72, 20 из которых, по оценке миссии, были непригодными к использованию. Также вблизи поселка Мирное зафиксировано семь танков Т-64. В Мариуполе создадут рабочие группы, которые будут инспектировать места регистрации переселенцев. Члены исполнительного комитета Мариупольского городского совета поддержали инициативу создания рабочих групп, в обязанности которых войдет проведение инспекции по факту проживания вынужденных переселенцев по месту регистрации. В субботу, 16 июля, в оккупированном Донецке планируется открытие фастфуда «Дон Мак» на производственной базе ресторана быстрого питания «Макдональдс». На видео сторонника незаконной организации ДНР Константина Долгова можно заметить, что оборудование прежних хозяев осталось на месте, так же, как и детали интерьера. Компания «Макдональдс» заявила, что не имеет отношения к данной предпринимательской деятельности. В Киеве 15 июля представили книгу из истории переселенцев. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. «Про тих людей, которые, несмотря на все перешкоди, смогли себе найти на новом месте, започаткували бизнес або створили громадскую организацию. Они являются такой помощью для местной громады, новой энергией для местной громады. Переселенцев, власне, наголошували на то, что они не хотят быть тягарем для нашей страны. Они хотят быть, разбудовывать Украину, новую Украину, разом с всеми нами». «У меня ни разу не было мысли о том, что кто так что-то мне должен, о том, что мне должно государство. Нет. Я понимала, что мы взрослые, самодостаточные люди, вполне с мозгами». Корреспонденты общественного ТВ Донбасса провели опрос среди жителей оккупированного Донецка на тему «Улучшилась ли жизнь в городе за два года при незаконной организации ДНР». «Как бы улучшилась, я не могу сказать, чтобы она прям настолько много улучшилась. Как бы не ухудшилась. Вот, ну все, так что. Продукты, цены не знаю, с разницей России, как бы тоже смысла нет, потому что разные курсы, разные это, везде. Не особо не училась, понятно, молодая республика, все у нас стало тогда, а сейчас все заново, пока это все восстановится, пока люди вернутся. И то же самое с работой». «Немножко улучшилась, ну, как-то говорят, прожить можно. Ну, не так, как видно, что на Украине, но Донбасс, как говорят, выживет. Ну, проявляется в том, что, ну, Захариченко видно, он очень, как, умный человек, помогает людям. Вот, и дай Бог ему здоровья, вот, и чтоб дальше так, ела, эту политику. Ну, и чтоб, как говорят пенсионерам, что-то добавилось». «Это еще непонятно, Донецк только остановится, только развивается. Пока все налаживается, пенсию выдают, чтоб не стреляли, было бы замечательно». «Улучшилась, я думаю, что улучшилась. Ну, сейчас у нас вообще, мне кажется, тогда при Украине у нас город стал в части, и больше это самое, внимание, вот, и газоной все время это самое, чистят все это, об это самое, сейчас очень улучшилось больше, чем при Украине. И люди были, стали друг другу помогать, потому что мягче стали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова